Мастер-класс 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 И вы видите, что работы многие просто экстра-класса, много очень хороших, много интересных, так сказать. Собственно, о том, как различаются фотографии, в чем отличие «хороших» от «плохих» и «приемлемых» от «неприемлемых» я и буду сейчас рассказывать. Ну вот, начнем. Так, вот эта картинка, вводная картинка, теоретическая картинка, мы ее все время показываем как показатель того, как устроен фотографический рынок не только в России, но и в мире. Вот эти четыре камня, на самом деле их пять, дальше я сейчас это объясню, обозначают то, что существует пять, вот пять групп фотографий. Пять групп фотографий, пять групп потребителей фотографий, потребителей, опять же, в хорошем смысле, которые используют фотографии в своих целях. То есть, размер этих камней тоже без значения, сейчас объясню почему. Сначала перечислим. В первую очередь, фотографии используются для иллюстрации всевозможных новостей, всего чего угодно, для иллюстрации. То есть, это СМИ. Это самый большой потребитель фотографий, он занимает больше половины точно, но по нашим оценкам порядка 90% по количеству фотографий и в России, и в мире. Такая же статистика есть. Второй по размеру сектор, в который фотографии нужны, это реклама. Все, что рекламируется, все, что используется в этикетках, все, что используется в стендерах, в телерекламе, в интернете, это рекламное использование фотографий. Значит, дальше мы имеем такой сектор, который здесь назван календарей. Ну, на самом деле, он объединяет целый пул таких продуктов, как календарей, открытки, вот все, что очень красиво полиграфическое продается. Вот это вот, здесь названо словом календарей. Дальше есть фотография для декора интерьеров. Декор в широком смысле, это не только фотография на стену, но и фотография, которая используется в интерьерном дизайне. Во всевозможных, даже на фасадах зданий бывает, что перепечатывают фотографии. То есть, все, что сопровождает человека по жизни, все, чем он украшает свое жилье или работу, это и есть интерьерный дизайн. Иногда фотографии там изменяются до неузнаваемости, но все равно это фотографии. И тип использования фотографий в декоре или в интерьере. И последний вот маленький камушек, он назван здесь арт, арт-фотография. Это то, что в России сейчас только начинается, а на Западе это уже развито давно и существует очень успешно. Это всевозможные музейные фотографии, галерейные фотографии, фотоапсионы, которые у нас начали проводиться с прошлого года. Но пока этот рынок только начинается. Значит, а в чем отличие, сейчас я объясню. Значит, вот мы показали, что есть пять потребителей фотоконтента, в широком смысле, потому что фотография одна сама по себе, а фотографии, когда их несколько, они составляют фотоисторию, это уже называется фотоконтент. Ну и этим пяти группам потребителей соответствуют и пять типов фотографий, пять типов фотографического качества, которые являются пороговыми именно вот для использования в этих, для этих целей. Значит, есть такой термин, мы его сами придумали, я его объясню. Уровень совокупного качества. То есть мы, когда смотрим на фотографии на стенах, мы понимаем, что фотография красивая или некрасивая, что она нас трогает или не трогает, что мы бы ее вот хотели повесить на стенку или не хотели, мы бы ее заметили в журнале или не заметили. Ну, как-то умозрительно, каждый для себя выстраивает такую шкалу оценки и отличает хорошая от плохого. Естественно, это очень субъективно. Как, впрочем, и все, о чем я буду говорить, это зависит во многом от гляда творческого человека-дизайнера или фоторедактора. Поэтому я сейчас говорю наш обобщенный опыт за 10 лет, и, естественно, из него бывают исключения. Ну так вот, существует вот такое понятие, в котором мы попытались оценить фотографии именно объективно. Попытаться для каждой фотографии найти такое число, которое бы показало, что эта фотография хорошая, среднехорошая, очень хорошая или совсем хорошая. Но оцениваются разные показатели. Во-первых, оценивается, естественно, информационное содержание, потому что фотография — это, прежде всего, документы. Мы это прекрасно знаем, потому что все газеты, все журналы, все СМИ, которые 90% на нашем рынке, они показывают фотографии в качестве подтверждения чего-то, иллюстрации чего-то. Какого-то события, явления, какого-то даже эмоции, но все равно это иллюстрация. Поэтому информационное содержание фотографии имеет большое значение. Эксклюзивность в этом смысле имеет решающее значение для того, чтобы фотография была очень ценной. Если фотография посвящена чему-то, что нельзя повторить, воспроизвести, то эта фотография имеет большую ценность. Ну, просто очень хорошая и имеет ценность на рынке. Иногда колоссальную ценность на рынке. Второй критерий — художественные свойства. Фотография — это искусство, произведение искусства. Какой бы она ни была, и даже самая простая иллюстрация, в любом случае, это продукт интеллектуального творчества, и это произведение искусства. Поэтому художественность, произведение искусства, она заносит информацию и свой позыв при помощи художественных образов. Поэтому чем фотография более художественная, тем, соответственно, она более интересная, более ценная, большее значение имеет. Ну, художественные приемы — это отдельная кухня. В двух словах я не расскажу, но в двух словах о ней рассказать и нельзя. Это у каждого человека свои, у каждого фотографа, у каждого профессионала свои наборы и правил, которые он соблюдает или нарушает. Да, но зачастую он этим не делится. Но есть общие принципы, которые несложны понять и знать, прочитав книги. Ну, о чем я об этом расскажу в сегодняшнем выступлении. И техническое качество. Значит, техническое качество лимитирует тот способ, которым эту фотографию можно донести до зрителя. Мы можем ее напечатать маленьким размером в журнале на плохой бумаге, и в ней будет заключена информация, но не будет ни красоты, ни какого-то красоты, и красоты. Не будет ничего. Но если фотография очень техничная, мы можем ее распечатать огромным размером, например, как вот та фотография Андрея Ершова, которая сидит на той стене. Это уникальный размер, 9, по-моему, 10 метров. И каждой чайкой можно подойти, посмотреть, посчитать, сколько у нее перышков. Ну, чай точно можно пересчитать. Техническое качество имеет большое значение именно для интерьерных фотографий, в меньшей степени для рекламных фотографий. Потому что рекламные фотографии смотрят обычно издалека, и там детализация изображения не имеет особого значения. Имеет значение хоть содержание фотографии, а в этом плачет. А в интерьере детализация имеет значение, поэтому вот такая фотография, несмотря на то, что она композиция очень простая, у нее ничего особо нет, кроме текстуры и фактуры, она в интерьере интересна, потому что создает иллюзию, что ты находишься рядом с этим птичьим базаром. Ну, вот три принципа, три критерия, по которым оцениваются фотографии. Ну, пошли дальше. Вот перечислено пять уровней, по которым фотографии распределяются в соответствии с теми группами потребителей, которые я сначала и рассказал. Дело в том, что для каждой группы потребителей существует порог, пороговые критерии, по которым фотография может быть использована для этого или не может быть использована. Ну, вот здесь коротко это изложено. Для фотографий, которые используются в СМИ, в журналах, газеты, в интернет, самое главное информационное наполнение. Поэтому, если фотография несет информацию в любом виде, если эта информация еще и хорошо передана художественной, если она еще и уникальна, то фотография прекрасно подходит для журналов и газет, то есть это фотография для СМИ. Если в фотографии нет информации, для СМИ она не подходит никак. Значит, второй, вторая группа и второй тип фотографий, это фотографии для рекламы, то, что часто называется штоковая фотография. Для нее характерной ошибкой является то, что фотографии должна быть заключена какая-то эмоция или, как говорят, какой-то мотиватор. Значит, таких фотографий, значит, на меньше. Мы уже замечали, что фотограф, ну, в среднем, когда снимает то, что он хочет снимать, он снимает в основном на 90% фотографии информационные и на 10% условно, может, и на 1% фотографии, которые содержат в себе какую-то эмоцию. Если он не ставит, естественно, перед собой четкую задачу снимать только эмоциональную, яркую фотографию. Фотографии для календарей, для файн-арт полиграфии, ну, для всей красивой полиграфии, для открытых, для календарей, для того, для красивых альбомов. Это еще одна группа, вот третья категория. Она должна быть привлекательной, она должна быть соответствовать художественным принципам построения, должна быть композиционно выдержана, должна нести информацию в себе. То есть это должны быть красивые фотографии, примерно такие, как вот на 90% мы видим вокруг себя. Все это очень красивые, хорошие фотографии, которые могут украшать альбомы, календари, открытки. Все это хорошее. Уважаемые дамы и господи, приглашаю вас в кинозал фестиваля «Первозданная Россия» на показ документального кино и встречу с авторами. Второй этаж задыхал. Так, продолжаем. Значит, почему разделение на календарные фотографии, фотографии для интерьеров? Раньше, когда мы начинали работать, нам казалось, что это, в принципе, одно и то же. Календарь висит в интерьере месяц, а фотография на стене год. Ну, какая разница? Ну, или больше? Оказывается, разница очень большая. Календарь подбирается тематически, у него есть концепция, в которой заключена именно смена экспозиции. Он привязан к какой-то теме, условно, ландшафта России. И каждый месяц на стене висит новый ландшафт России, который показывает, какая Россия у нас разнообразная, как все красиво. А фотография на стенке, фотография в декоре, декорейшн, это фотография, которая живет с нами постоянно, которую мы подбираем себе и под настроение, и под цвет обоев, и под цвет глаз кошки, может быть. То есть очень субъективно. Это должно понравиться. И это должно быть интересно, это должно как-то внести в себе какую-то дополнительную информацию, неявную. То есть фотография на стене – это произведение искусства, которое нужно долго выбирать, долго продумывать. Поэтому покупка такой фотографии занимает обычно у людей очень много времени. Соответственно, ценам у них тоже большая. Ну и галерейная фотография – то, чего почти нет в России. Это фотографии, которые продаются в музеях, на аукционах. Это фотографии, естественно, очень художественные. У них, естественно, заключена какая-то Икея, очень глубокая. Ну а самое главное в этих фотографиях то, что ими специально занимаются специальные люди, для того, чтобы эти фотографии были признаны произведениями искусства. Это специальный рынок, на котором цена фотографий растет от того, сколько раз фотография была передана на аукционе из одних рук в другие. И такой культуры у нас сейчас пока очень мало, но рынок такой существует, поэтому просто я рассказываю о том, что бывает. Ну вот такая еще закономерность есть вот про эти камушки и про эти уровни фотографий. Значит, я сказал, что существует пять пороговых признаков, вот с отсекающих признаков, которые позволяют использовать фотографии либо в СМИ, либо в рекламе, либо в календарях, либо в декоре, либо в артах. Но существует такой принцип. Фотографии, которые используются в рекламе, могут быть использованы в СМИ. Соответственно, фотографии из календарей могут быть использованы... Из календарей могут быть только в календаре, я неправильно сказал. Значит, закономерность такая, что фотографии в СМИ могут быть использованы все фотографии, которые находятся выше уровня. То есть отсекающим параметром является то, что фотографии в СМИ не могут быть использованы в рекламе, потому что в ней нет того признака, которым я говорил, что в ней нет явно выраженной эмоции, которая необходима для рекламной фотографии, и она просто не может быть там использована. Соответственно, фотографии для календарей, которые должны обладать художественной ценностью, они могут быть использованы в рекламе и в СМИ, но до декор фотографий они не дотягивают. Вот существует такая четкая иерархия, по которой можно разделить фотографии, которые можно повесить на стену, условно, и какие можно предложить только для использования в журналах и газетах. Значит, повторюсь еще раз, такими принципами, отсекающими признаками для этих рынков является, для фотографий СМИ является явное наличие информации, для рекламной фотографии явное наличие ярко выраженной эмоции, какой-то мотивации. Фотография должна к чему-то мотивировать, к чему это уже задача рекламных агентств и рекламных дизайнеров. Календарная фотография должна быть очень красивой, очень яркой, очень стильной. Декор фотография должна быть еще более яркой, еще более красивой, настолько, что считаться произведением искусства. Ну и арт фотография, в ней все сложнее, то есть она может быть и некрасивой, но в ней должно быть какое-то внутреннее содержание, которое оценено аудиторией, и которое является признанным в качестве канона фотографического искусства в том или ином жанре. Вот такое краткое разделение фотографий можно, ну можно на этом закончить, можно говорить очень долго, но в целом рынок разделен вот на такие пять категорий. Значит, каждый из фотографов, в принципе, когда снимает, он должен понимать, если он снимает это не для себя, а для какой-то профессиональной деятельности, для чего эти фотографии могут быть использованы. Но и помимо того, что существуют вот эти пять уровней совокупного качества, еще существует несколько, а вот огромное количество всевозможных фотографических жанров. И сейчас о них тоже двух словах. Ну вот, условно, эти жанры могут быть разделены тоже на пять групп. Пять вообще хорошее число для психологии. Оно понятное такое, люди к нему хорошо тласятся, и считать легко. Не слишком много, не слишком мало. А пять категорий вот этих фотографических жанров, ну мы их назвали смысловые жанры, они объединяются с такими признаками. Первое, это вот описательная фотография, видовая, объектная, которая описывает мир вокруг нас. То есть все, что существует, ландшафты, живая, неживая природа, космос, земля, архитектура, все, что создает человек, все, что мы видим вокруг, это описательная фотография. Ну вот это и есть огромный большой жанр, который больше всего, потому что фотографы снимают обычно то, что видят. Второе, и это такой отдельный жанр, и мы это видим здесь, это природная фотография. То есть явление жизни на Земле, уникальное явление, которое достойно того, чтобы его отдельно описывать, отдельным жанром фотографии, в котором, естественно, очень много всего. И подводная, и надводная фотография, и фотография макро, и фотография растений, и фотография отдельных групп животных, все такое. Значит, есть огромный жанр фотографии, то, что называется жанровая фотография, а смысл в том, что она вся посвящена человеку, его жизни, его переживаниям, каким-то его скрытым душевным порывом или явным. Все, что касается человека, все, что о людях, это жанровая фотография. Но не о людях в контексте времени. Все, что касается событий, все, что касается новостей, событий, привязанных ко времени, это мы считаем фотографиями о времени. И это отдельный вид фотографии, новостная, она же документальная, она же публицистическая, если фотография несет в себе какую-то мотивационную задачу. Ну и есть еще отдельный тип фотографий, креативная, которая называется так потому, что это искусственная фотография, это когда фотограф создает образы, воображаемые при помощи художественных средств, то есть образов, которых нет. В реальности он при помощи всевозможных, всевозможных художественных способов создает нереальный мир. Это называется креативная фотография в том или ином смысле. В том числе это и постановочный портрет. Потому что тоже создается портрет, которого нет в реальности. Это создается образ, который придумывается фотографом и визажистом, и кем-то там еще. Ну вот, пять основных жанров. Значит, а нужно это все для того, чтобы все фотографии, которые вообще существуют, можно было объединить, ну вот таблицы это объясняющие, с каких жанров входят в те или иные группы, вот можно перечислить. Выписательные фотографии. Это и аэрофотография, и очерки, пейзажная, ландшафтная фотография. Природная фотография. Это животные, растения, макро- и подводная съемка. Жанровая фотография. Жанровый портрет, жанровые сцены, жанровый репортаж, художественный портрет, многое другое. Два новостной, мы все знаем. Это и спортивная, и документальная, военная фотография, новостная фотография. Огромный множество жанров. Самое главное, что события привязаны ко времени. Вот основной принцип. Ну и получается вот такой способ разделения всех фотографий в такую таблицу, которой можно точно сделать привязку. Фотография какого уровня качества и фотография какого макро-жанра. Вот мы видим в первом столбике фотографии видовые, описывающие мир вокруг нас, и с разными видами, с разными уровнями качества, которые начинаются с простой описательной фотографии. Мы потом будем, сейчас уже начнем рассматривать более крупные, и я буду пояснять. И кончается классическая фотография Анселя Адамса. И классическая она является потому, что она многократно выставлялась в музеях, имеет большую рыночную стоимость, очень качественная, многое что распродавалось. Является признанным произведением искусства, коммунизирующим пейзаж. Что касается природной фотографии, мы тоже видим простую фотографию, описывающую определенный вид животного, фотографию, которая позволяет быть использована в рекламе. Фотографии, красивые фотографии для альбома, фотографии, которые можно повесить на стенку, потому что у нее есть какой-то эстетический заряд, довольно большой. И классическая фотография Анта черно-белая, она современная, как ни странно, фотографий еще жив, а фотография уже считается признанным произведением. Это большая редкость. Но она тоже многократно продавалась на выставках, очень известная фотография, поэтому это классическое произведение искусства. Ну, что касается жанровой, то тут тоже, в принципе, все понятно. Ну, и все остальное тоже. Креативная фотография, новостная фотография. Есть фотографии для простого журнального использования, есть новостная фотография, классическая, которую покупает музей, которая продается на аукционах, которая имеет большую стоимость. Есть новостные фотографии, которые спокойно можно вешать на стену, и это будет тоже произведение искусства. Вот так, в двух словах, устроен фотографический рынок. Дальше мы... Ну, коротко я расскажу о фотоприемах, которые используют фотографы. Это, в принципе, не секрет, но еще раз подчеркну это. А потом, могу мы рассмотрим фотографии, и уже я буду просто показывать, где что использованы и почему. Ну, условно их 10, хотя их может быть и 100, и 200, но больших приемов можно насчитать 10, больших приемов. То, что делает хорошую фотографию, то, что делает, отличает хорошую от плохой, то, что делает фотографию конкурентной на рынке. Но вот есть такой принцип графичности. Сейчас пока на словах, потом, когда мы показываем, все станет на свое место. Графичность — это линии в кадре. Фотография состоит из цвета и из графика. Вот иногда фотография работает и линия, и графика, иногда работают только линии, иногда только цвет. Но в данном случае речь о том, что только линиями, только графикой можно сделать фотографию без всякого цвета, и она будет интересна и будет уникальна. Текстура, повторяемость. Но это вот то, что мы видим на той фотографии, которая на стенке. То есть, когда фотография представляет собой мозаику каких-то, набор каких-то элементов, это всегда привлекает внимание, это интересно, это хочется разглядывать. Но это художественный прием. Свет — имеется в виду работа с лучами света, с солнцем, с искусственным освещением, потому что все фотографии, в которых видна игра света, не просто ровное освещение, а свет как элемент, влияющий на элементы композиции, это всегда привлекает внимание, это всегда интересно рассматривать. Композиция — это отдельная тема, огромная, есть классическая композиция, есть классическая. Фотографы ее придерживаются, нарушают. И композиция — это основной прием, основной инструмент, с чем работает фотограф. Он строит композицию в кадре. На это накладывается графика и все остальное. Но эти композиционные правила есть, их просто надо знать, использовать. Глубина пространства — это всегда хорошо в пейзаже. Ну, любой пейзаж, который мы видим, он интересен, если есть где разгуляться глазу, если здесь посмотреть передний план, средний план, задний план. И если эта глубина подчеркнута при помощи технических средств, то фотография однозначно будет хорошей, потому что будет выигрывать подложение к тем, где фотография плоская. Есть такое выражение — плоская фотография. Цвет. Фотография давно стала цветной. И цвет, естественно, во многих случаях имеет основное значение. Без цвета многие фотографии мы не стали бы смотреть. Цвет, естественно, нужно выбирать при съемке. С ним можно работать при помощи фильтров и всего остального при съемке же. И цвет можно потом сейчас вправе на компьютере добиваясь каких-то хороших цветов, которые будут фотографию улучшать. Сюжет, движение, момент. Ну, увидим. Любая фотография, в которой происходит какое-то движение, хоть медведь, ловящая рыбу, она интереснее, чем медведь просто стоящий, смотрящий на озеро. Потому что притягивает сиюминутность момента. Контраст. Это всегда хорошо в фотографии. Цветовой, графический. Он может быть любой. Ну, и в природной фотографии очень важно использовать всевозможные отражения. Особенно отражения от воды. Особенно фактуры текущей воды. Что мы сейчас, например, все это увидим? Ну, а ракурс и точка съемки это, в принципе, то, что вяжется с композицией. Это то, что является образом мышления фотографа. Для того, чтобы собрать правильную композицию, он находит правильную точку съемки и находит правильный ракурс для съемки того или иного объекта. И так получается качественная фотография. Ну, а здесь написано, как это реализовать. Реализовать это, в принципе, очень просто. Нужно быть очень хорошим, очень талантливым, очень целеустремленным, трудолюбивым и все такое фотографом. Ну, а на самом деле составляющих всего три. Это технический эквипмент, техническое оборудование, чем ты снимаешь. Это идея, которую ты используешься. Если у тебя есть задачи, ты знаешь, как ее решить, то это уже путь к успеху. Ну, а дальше опыт, который нарабатывается при помощи многочисленных, многолетних фотосъемок. Чем больше снимает фотограф, чем больше он снимает в одном жанре, тем больше он становится в нем экспертом, тем больше у него и конкурентное преимущество, тем его фотография лучше, так скажем, проще. Так, ну, эту тему мы не будем затрагивать. Сейчас... Давайте референдум произведем. Про фотоархив. Стоит рассказать минут 10? Поднимите руку, кто хочет. Два человека. Я вам расскажу. Вы подойдете по три человека? Я вам расскажу. Можно сколько фотографий? Хорошо, да, расскажу. Фотоархив. Вот. Это фотоархив. Вот так с него работает. Значит, это фотоархив, собранный по... Ну, условно, по датам. По датам, по темам. Как мы всегда и собираем. Вот это фотоархив, разделенный на те уровни, о которых я говорил, по уровню свокупного качества. Фотографии для СМИ, для реклама, для... Ну, для календарей, для декора и арт-фотографии, которые мы пошлем на аукцион и их там купим. Это фотографии, разделенные... УД, разделенные по этим, по рынкам и разделенные по уровню... по... Это отдельный такой большой мастер-класс, который дизайнеры слушают. Целый час мы обсуждаем, как выбрать фотографию ту или иную. Я это сказал все вкратце, потому что, чтобы было просто понимание, как мы можем сейчас рассматривать фотографии. И почему я буду говорить, что одна фотография для рекламы, а другая фотография для декора. Вот. Какие-то базовые вещи я успел сказать. Ну, если это не будет понятно. Ну, приходите к нам учиться. В конце я скажу.